Компания Винни-Весьон представляет Женщина Лоренцо В предыдущей серии Я знаю, вам не нравится, что я женюсь на Эмпе Также знаю, что вы делаете усилия, демонстрируя свою поддержку и любовь Я благодарен вам от всего сердца Для меня это многое значит Она хотела скрыть от меня свою жизнь, потому что стыдилась своего прошлого Вот и все И я не стану осуждать ее за это Ради Бога, ты не видишь, что эта женщина промыла тебе мозги? Я не понимаю, как ты можешь оставаться с ней? Исабелла, буду тебе благодарен, если ты перестанешь вмешиваться в мою жизнь Я тебя предупреждаю Привет, моя королева Ты очень скучала по мне Гильермо Перес Адриана Лувьер Каролина Техера Андреа Монтенегро Эдуардо Сести Камученегрете Хосе Луис Руиз Лесли Стюарт Хавьер Пиментель В сериале Женщина Лоренцо 82 серия Оператор Педро Бергна Валенсия Авторы сценария Пабло Васкес Энрике Монклоо Алехандро Родригес Режиссеры Луис Бариус Тонио Вега Хорхе Тапи Антонио, пожалуйста, оставь нас одних Да, сеньора Что за покупки? Кажется, ты собирался навестить друга Да, да, я пытался, пытался Но твой муж был прав Лима очень изменилась Я заблудился Перепутал районы и заблудился Но я здесь Попробую чуть позже Хорошо, что мы одни Я хочу серьезно поговорить с тобой В чем дело? Почему такой сердитый личико? Проблема с Лоренцо? Я хочу, чтобы ты убрался из моего дома Хочу, чтобы ты ушел навсегда Я не хочу тебя видеть Дочка, прошу тебя Я тебе не дочь Не называй меня дочерью Я хочу, чтобы ты ушел Хочу, чтобы убрался Я не хочу тебя видеть Немедленно уйди из моего дома Но, Лаурита Никаких Лаурита Думай, что я умерла Что для тебя я не существую Пожалуйста, уйди из моего дома Уйди из моего дома прямо сейчас Эмператрис Берешь ли ты этого мужчину в мужья Чтобы любить его И уважать в болезни И в здравии И в богатстве И в бедности Какая-то проблема с бедностью? Нет Нет, падре Продолжайте, пожалуйста Пока смерть вас не разлучит Да Беру Отлично, мама Так и надо Я думала, что она даст задний ход После слова бедность Эркулес Берешь ли ты эту женщину в жены Чтобы любить ее И уважать в болезни И в здравии В богатстве И в бедности Да Беру Это Камецкая звена Приехали Объявляю вас мужем и женой Что соединил Бог То не разрушит человеку Можете поцеловать невесту Теперь я знаю В кого ты пошла Что ты сказал, Тони? Спасибо, падре Спасибо Иди сюда, мама Поздравляю, мама Спасибо, дорогая Надеюсь, ты будешь беречь Дон Эркулес Он отличный человек Мама, если этот старичок Обидит тебя Скажешь мне У тебя есть старший сын Чтобы защитить тебя Не беспокойся Ничего не случится Я его загибнотизировала Будь счастлив, папа Очень счастлив И вот еще что Ты должен заставить Уважать тебя Не позволяй помыкать тобой Нати, Нати, Нати Сейчас не время Для этого Я очень взволнована Женился мой папочка Я серьезно хочу Чтобы ты был Самым счастливым мужчиной На свете Спасибо, дети Большое спасибо Ваша любовь Наполняет Мое сердце Радостью Не знаю, что сказать Сильвито Что ты там стоишь? Ты не хочешь Поздравить меня? Лаурита Я представляю Через что ты прошла Когда была совсем одна Когда тебе никто не помогал Нет, ты не представляешь Ты был слишком занят Думал о дурацких приключениях Я понимаю, что ты злишься на меня Но прости меня, пожалуйста Дай мне шанс Доказать мою любовь к тебе Ты хорошо знаешь Что ты можешь сделать Со своей любовью Забери ее И уезжай, Венесуэлу И исчезни из моей жизни Доченька, ты не видишь Не называй меня дочкой Я тебе не дочь Больше так не говори Ты не видишь Что ты меня позоришь? Посмотри, какая я Ты не видишь Я сеньора Ты представляешь Что сейчас говорят мои подруги Что я дочь преступника Ты разрушил то хорошее Что еще оставалось в моей жизни Уйди, пожалуйста Лаурита Прости меня Пожалуйста Ты хорошая женщина Великодушная Добрая Я не думаю Что ты способна Выгнать на улицу Бедного старика У которого ничего нет Способна Я на это способна Потому что ненавижу тебя Я никого ненавидел Так, как тебя Пожалуйста, уйди Из моей жизни Я больше не хочу Тебя видеть Я заслужил Такое отношение Но что мне делать? Я один Мне некуда пойти В этом мире У меня есть Только ты Это не мое дело Буду тебе благодарна Если ты не станешь Звонить Лоренце И тем более Исабелле Иначе, клянусь Я снова упрячу тебя В тюрьму Нет, нет, нет В тюрьму я не вернусь Тогда не ищи меня Я тебя предупредила Ты прекрасно знаешь И меня есть власть Чтобы снова упрятать тебя В тюрьму Я заплатил за свои ошибки И я очень страдал Очень Ты не представляешь, как Теперь я другой человек Думаю, я заслуживаю шанса Для меня ты остаешься Все тем же авантюристом Проходимцем и ничтожеством А теперь я повторяю еще раз Уйди из моего дома Боже, неужели я должна Открывать тебе дверь? Убирайся Убирайся из моего дома Проклятие Прости Я принесла документы, о которых ты просила Главного бухгалтера не было Его помощница дала мне это Остальное принесу потом Спасибо, Глория Что с тобой? У тебя все хорошо? Да, все хорошо Как дела у тебя дома? Всех очень удивило появление отца Лауриты Благодарю, она счастлива Да Она счастлива, но тоже очень удивлена Это логично Скажи, это правда, что этот сеньор был в тюрьме? Я пока не знаю таких деталей Потому что еще не говорил с ним Значит, ты принесешь мне документы? Только не забудь, они мне нужны Да, разумеется Лоренцо Лоренцо, прости Ты не знаешь Помирился ли Орландо с Натти? Нет, не знаю Глория И думаю, что нас это не касается Да, ты прав Я этого не допущу Я не позволю разрушить мою семью, мою жизнь, мою счастье Мне стоило большого труда добиться, чего я добилась Я пойду на все На все Но не допущу, чтобы у меня отняли то, что я получила Я этого не допущу Разрешите, сеньора Что ты хочешь, Антония? Я хотела узнать, в порядке ли вы? Да, в порядке, только немного устала Уйди, пожалуйста, я хочу побыть одна Вы плакали Пожалуйста, Антония, уйди Да, сеньора Почему он появился сейчас? Почему сейчас? Почему именно сейчас, когда все было так хорошо? Почему? Проходите, Дон Хасе, проходите Исабелла, прости, что снова беспокою тебя Мне некуда пойти Садитесь, пожалуйста, и объясните, что значит вам некуда пойти Да, мне некуда пойти, потому что Лаурита выгнала меня из своего дома Лаурита выгнала вас из дома? Может быть, как это? Да, да, и у нее есть на то причины Я не был хорошим отцом Как говорится, что посеешь, то и пожнешь Во-первых, Дон Хасе, вы раскаиваетесь И во-вторых, она ваша дочь, и ее долг дать вам Второй шанс Да, я ей так и сказал, я ей так и сказал, но она знать обо мне не хочет Более того, она сказала, что если я поговорю с тобой или с Лоренцо, она снова отправит меня в тюрьму И вы ей поверили, Дон Хасе? Ради бога Естественно, поверил Она была уверена в том, что говорила, особенно, что касается тюрьмы Дон Хасе, я думаю, она не выполнит эти угрозы С другой стороны, я вам советую обратиться к Лоренце Ну, ее муж, он ее любит и может поговорить с ней, убедить, помочь вам Нет, 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 мне лучше вернуться в Венесуэлу или уехать в другое место Вы хотите уехать без борьбы? Что мне делать? Лаурита сильно изменилась, сейчас она очень жестокая женщина Вы должны понять, что это годы Очевидно, что у нее плохо с нервами, Дон Хасе Разве вы не слышали, как вчера она обвинила меня в попытке убить ее, если на самом деле я желаю ей добра? Она говорит первое, что приходит в голову, а потом жалеет об этом Она всегда была такой Я бы на вашем месте, Дон Хасе, поговорила с Лоренцо Я уверена, что он с радостью поможет вам Нет, 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 дочка, нет, она мне запретила Я не хочу вмешиваться в решение дочери Наверное, мне лучше исчезнуть из ее жизни окончательно и бесповоротно, как она попросила Дон Хасе, давайте сделаем вот что Вы не торопитесь Я буду несколько дней оплачивать ваши расходы, пока вы не уладите свои проблемы с Лауритой Спасибо Спасибо, Исабелла, ты ангел Честно говоря, я не понимаю, почему моя дочь так к тебе относится? Дон Хасе, глубине души она меня любит, как и вас Мы должны давать ей возможность выразить чувства, выплеснуться, понимаете? Глория мне сказала, что ты вернулся к Наттии, это правда? Если бы Я бы этого хотел, но нет Я так сказал, чтобы помучить ее Орландо, я тебе уже говорил, что мне не нужны проблемы на фирме Дело в том, что в последнее время Глория невыносима Поэтому я и сказал ей это Ты создаешь нам проблему, понимаешь? Она в любой момент может сказать об этом Наттии Это не совсем выдумка Мы поцеловались Поцелуй был быстрым, но хоть что-то С ее согласия? Или ты поцеловал ее силой? Ради бога, Лоренцо, как силой? Что ты говоришь? Это было по обоюдному согласию Естественно, я не хочу строить иллюзии, потому что она все еще злится на меня Знаешь что, Орландо? Я думаю, ты выбрал худший момент для завоевания Натти Ты прекрасно знаешь, что она связь между Сильвией и другими мастерскими, которые нам помогают Лоренцо, мои отношения с Наттии хорошие или плохие, или не затронут работу Надеюсь на это, Орландо, иначе мне придется принять меры Ты мне угрожаешь, Лоренцо? Нет, Орландо, я тебе не угрожаю Я всего лишь говорю, что сейчас главная фирма Потому что мы переживаем очень деликатный момент Желаю вам большого счастья Спасибо Надеюсь, ты сдержишь слово и навестишь меня с вином До свидания До свидания Эркулес, о каком вине он говорит? Ты прекрасно знаешь, что мне не нравится, чтобы ты тратил Наши деньги на выпивку, понимаешь? Я хочу сказать несколько слов в честь пары Я приглашаю Дону Эркулеса, маму и всех присутствующих Пусть начнется игра Браво! Эта свадьба меня вдохновила, поэтому я прошу у Дони Эмпы Руку Мими Руку, чтобы жениться на ней Будущая мать моего ребенка станет моей женой Браво! Ой, не перестань шутить Нет, Мими Я говорю серьезно Я люблю тебя И хочу жениться на тебе Лети сюда, слышишь? Лети, я жду Дон Хосе Вы немного успокоились? Да, дочка, я уже спокойнее Послушай, я пойду переоденусь, потому что хочу прогуляться Что вы говорите? Город изменился, Дон Хосе Что я буду делать, если вы заблудитесь? Нет, 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 знаешь, в чем дело? У меня есть друг, которого я давно не видел И хочу найти Помнишь, я тебе уже говорил об этом? Дон Хосе, мне кажется, у вас есть более важные дела Вы должны помириться с дочерью И сейчас должны думать только об этом, или нет? Нет, 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 я не сделаю ничего плохого Не беспокойся Сеньор, которого я хочу найти Хороший человек Я его уже искал, но не нашел Может, на этот раз повезет Вы отсюда не уйдете Дело в том, что с вами хочет познакомиться моя подруга Кто? Моя подруга-репортер Я уверена, что вы с ней найдете общий язык Репортер со мной? Как это? Дело в том, что я взяла на себя смелость Рассказать вашу историю И она хочет обнародовать ее Нет, 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 дочка Я не думаю, что это хорошая идея Лаурите это не понравится Она стыдится меня Ради бога, не говорите так Но это правда Знаете что, Дон Хосе Я думаю, вам пойдет на пользу Если вы расскажете свою правду Свою историю К тому же, моя подруга готова хорошо заплатить за интервью Понимаете? Простите, но принимаю во внимание ситуацию В которой вы оказались Вам это выгодно? Или нет? Что скажете, Донья Эмпе? Не знаю Пусть решает Мими Я поддержу любое ее решение Да Да, я согласна Поздравляю, Мими Я уверена, что вы будете очень счастливы Спасибо Дочка Поздравляю Я больше никогда не назову тебя червяком Тони Лаура Где твой отец? Он уже вернулся от друга? Лоренцо Отец ушел Он снова бросил меня Постой, как ушел? Что случилось? Вы поссорились? Или произошло что-то еще? Нет, наоборот Отец сказал, что он не вписывается в мир, в котором я живу Поэтому решил уехать в Венесуэлу Чтобы не навредить мне еще больше Но это глупость Ты с ним не поговорила, ничего ему не сказала Я его переубеждала, дорогой, но он не понимает моих доводов Лаура, ты бы позвонила мне Ты ничего не сделала, чтобы удержать его? Нет Лоренцо, если он вобьет что-то себе в голову, никто не сможет переубедить его в обратном И вообще, я думаю, что так будет лучше Нет, нет, давай сделаем вот что Я пойду, поищу его Может, он еще где-то рядом Нет, не стоит Скорее всего, он уже далеко Тогда нужно хотя бы сообщить в полицию Лоренцо, я думаю, нам лучше какое-то время пожить отдельно Потому что мы очень разные люди Ты понял это за завтраком, верно? Лаура, пойми, этот сеньор не может где-то ходить без гроша в кармане Я дала ему денег Кроме того, у него нет проблем с деньгами Я думаю, пусть он лучше поживет один, подумает А потом вернется Получилось прекрасно, замечательно Все было на высоте Знаешь, я все еще не верю, что мы муж и жена Звучит красиво Главное, что мы закрыли рты сплетницам из квартала Это мелочь Главное, что теперь мы всегда будем вместе Дорогой Простите, что помешало, я ищу Конана Ребята понесли подарки в дом императрис Какие планы на сегодня? Пойдете гулять? Пойдете обедать? Мы поедем в очень красивый отель, где проведем первую брачную ночь Ну, дядя, я еще не стемнела Достаточно задернуть шторы Да, я открою Дорогая, иди переоденься и поедем Шалун, почему такая спешка? Думаешь, я тебя не знаю? Знаешь, почему? Знаешь, почему? Думаю, вам это не понравится Кто это был? Асыльный принес подарок от Исабеллы Я знала, что она меня не подведет Дай сюда, дай сюда Нет, нет, думаю, его лучше вернуть Как это вернуть? Это подарок Держу пари, там ключи от машины или поездка в Европу Ну-ка, ну-ка, давай Здесь контракт о снятии склепа на кладбище И записка, в которой говорится для вас и вашего мужа Пакуйтесь Нужно вернуть эту гадость Наверное, эта женщина сумасшедшая Нет, это не возвращается Подарок есть подарок, дорогой Знаешь, сколько это стоит? Это стоит состояние Мы оставим его себе Мне бы хотелось остаться с вами Но нужно вернуться в мастерскую Да, дочка, конечно, иди В мастерскую? Теперь, когда меня там не будет Не слишком, сближайся с этими людишками Держи работниц подальше Там, там Да, Даня, Эмпе, не беспокойтесь Всего хорошего, желаю вам большого счастья Спасибо, дорогая До свидания Пока, дорогая Эмпе, ты правда собираешься оставить этот подарок? Не знаю Меня пробирает озноб Дорогой, это подарок Этот подарок стоит состояние, как я уже сказала Мы его продадим и получим много денег Их хватит и на поездку, и на еду, и на многое другое Мими Это последнее Положи туда, потом мама разберет Постарайтесь не торопиться со свадьбой, чтобы получить лучшие подарки А что плохого в этих? Это не подарки Смотри на упаковку Судя по звуку, это либо дешевый будильник, либо бомба Лисет, главное не подарок, а намерение Как скажешь, дорогой Вы уже подумали о дате свадьбы? Это произойдет до рождения ребенка или после? До После Как после? Ты бы не хотел, чтобы ребенок нес кольца Тогда нужно ждать лет пять? Вот и хорошо Ждать пять лет? Лисет, Лисет, Лисет Нам лучше уйти Им есть о чем поговорить Конечно, у вас только дел В случае чего рассчитывайте на мою помощь Спасибо Пока Теперь ты можешь объяснить, почему предложил мне брак при всех, ничего мне не сказав Это был непреодолимый импульс Кроме того, бабенкам нравится романтический налет Не называй меня бабенка, я мать твоего ребенка Ты дашь задний ход? Нет, я уже дала слово Мне не нравятся такие сюрпризы Больше этого не будет Хорошо Я сожалею Ты уходишь? Да, да, у меня дела Но прежде хочу сказать, что я поддержу ваше желание жениться При условии, если ты будешь уважать мою сестру Я буду относиться к ней так, как она этого заслуживает Я надеюсь Я надеюсь Старики уже уехали? Не знаю Ты знаешь, какая мама капуша, так что я сомневаюсь Я пошел Ты понял? Понял Пока Думаю, я начинаю нравиться твоему брату По крайней мере, он не пытался ударить тебя Это уже что-то Ты хорошо меня поняла? Старик сдержанный, так что действуй спокойно Не слишком дави на него И он выложит всю историю Не беспокойся, я умею делать мою работу Я знаю, знаю, я говорю не по этому Просто я прошу тебя действовать спокойно Он хитрый старик, Лусия Сидел в тюрьме за воровство и мошенничество Не забывай об этом Спокойно, после окончания съемок я поправлю текст Хорошо, Лусия, вот еще что Я обещала старику, что ты заплатишь за интервью Я никогда не плачу за интервью Я знаю, что ты не делаешь этого, поэтому заплачу Мне нужно, чтобы ты заставила его поверить, что это идет от тебя Подожди, наверное, это он Дон Хосе, как вы? Здравствуйте, как дела? Все хорошо Представляю вам мою подругу, Восио Она репортер, я вам уже говорила Она пришла с оператором, потому что сейчас работает на телевидении На телевидении, как хорошо Наверное, вы хорошо зарабатываете Очень приятно, синерит Очень приятно Ей большое спасибо, что согласились дать интервью Предупреждаю, я не так часто, Вердей Я ни разу не делал этого, так что если допущу ошибку, прошу простить меня Об этом не беспокойтесь, Дон Хосе Садитесь, устраивайтесь поудобнее Моя подруга и ее коллега скажут, что вы должны делать Очень хорошо Вы готовы? Хорошо, начнем с самого начала Как ваше имя и где вы родились? Меня зовут Хосе Падрон Я родился в Перу, но потом... Какие скупые люди, их заносят Заносят Посмотри, посмотри, подарить такую дрянь Это пластик, пластик Я не знаю, зачем это мне нужно Чтобы бросать в голову Рукулеса? Эти часы не ходят ни вперед, ни назад Ненужная вещь, совершенно ненужная Знаешь, что это? Нет Это мой свадебный подарок Лусио И он возвращает его мне Если бы вы не устроили свадьбу Так быстро у людей было бы время купить подарки Быстро, говоришь? Быстро Кто сначала делает детей, а потом объявляет о помолвке? Порядок не имеет значения Главный результат А результат таков, что мы с Мими поженимся И это самое прекрасное Я счастлива, дети, счастлива Скажите, вы уже сообщили Джакомо? Нет Плохо Вы должны сделать это Он тоже будет счастлив Да Я уверена, что это мой Рукулес Телефон, телефон, куда я его делала? А вот он Алло Сладенькая, ты уже готова? Через несколько минут мы уезжаем в отель Любовь, моя жизнь Я ждала твоего звонка Я готова, дорогой Мне так приятно слышать тебя Тони сумасшедший, предложить Мими брак вот так, этого никто не ожидал Слишком сумасшедший, Лисет К браку нельзя подходить так легкомысленно Зато так намного романтичнее Многие люди обручаются именно так и счастливы Но также есть провалы, и их намного больше Я думаю, у них все будет хорошо Хоть бы они скорее поженились Ты очень радуешься этому А ты очень серьезен Я считаю, что Тони неподходящий мужчина для Мими А кто подходящий для Мими? Ты? Я этого не говорил Кажется, тебе больно, что Мими выходит замуж Не выдумывай, Лисет Просто я думал, что они не будут торопиться с принятием решения А чего ждать? По твоему ребенку, который у них родится, недостаточная причина? Нет Емпе Ночь будет незабываемой Надеюсь, номер снизу не занят, иначе мы не дадим им спать Эмпе Эмпе, поторопись Наберись терпения, дорогой Я стараюсь для тебя Птенчик 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 Мой птенчик умер Птенчик Птенчик, не умирай Он уснул Проснись 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 Отстаньте, дайте поспать Завтра я женюсь Ты уже женился, глупец У нас медовый месяц Проснись, пожалуйста Как дела в Гамаре? До вчерашнего дня все было хорошо, а сегодня я еще не говорил с Сильвеей Дело в том, что ее дядя женился на императрице Верно Тебя пригласили на свадьбу? Конечно Лично Но я и не смогла пойти, поэтому послала подарок И знаю, что меня не очень приличает идея общения с быдлом И что ты им подарила? Какая тебе разница? Еще один вопрос Лоренцо сказал, что ты нашла отца Лауриты Это правда? Да, и он оказался ординарным преступником Теперь понятно, в кого дочь Яблоко от яблони А как ты его нашла? Случайно Хватит, Исабелла Он пропал, никто не знал его место пребывания Более того, Лаурита считала его мертвым Главное, что я его нашла и смогла устроить встречу отца и дочери Ты сделала это, чтобы помучить ее? Или ты думала, что Лоренцо бросит ее, узнав о происхождении? Какие у тебя дурные мусори Я хорошо тебя знаю, Исабелла Я очень хорошо тебя знаю Нет, нет Так зачем ты это сделала? Хорошо Но я хотела помучить ее Хотела, чтобы она стыдилась своего мерзкого прошлого Чтобы ей было плохо Вот и все Ты своего не добилась Еще не вечер, дорогой Видишь, видишь Не верь тому, что говорят Алло, Нати Что тебе нужно? Еще один поцелуй, как вчера К сожалению, поцелуи закончились А когда снова поступят? Никогда Фабрика закрылась Теперь хозяйка выпускает другие вещи Нет, нет, нет Мне придется поговорить с хозяйкой фабрики Потому что нельзя оставить мир без поцелуев Это приведет к мировому кризису К сожалению, но так обстоят дела До весны поцелуев не будет Доброй ночи Почему такое хитрое личико? Кто тебе звонил? Орландо Такое лицо из-за Орландо? Нати, пожалуйста Добрый вечер Привет, Лоренц Привет, Нати Как ты? У меня дела, Кузина Так что я тебя оставлю Пока Лоренцо Лоренцо, думаю, я ясно сказала, что мне не нужны никакие подарки Спокойно, спокойно Подарок не для тебя Эрика сказала, что дон Эркулес женился Мне захотелось сделать ему подарок Хотя меня и не пригласили Видишь ли, Лоренцо? Спокойно, Сильвия Я ни в чем тебя не упрекаю Я хотел сделать ему подарок, потому что он мне нравится Возьми Большое спасибо Дядя будет очень рад Кстати, о радостях Я узнала, что Лаурита встретилась с отцом Да, это так Правда, эта новость застала всех нас врасплох Как повезло Лаурите Я бы хотела, чтобы со мной произошло то же самое Не теряй веру Нет, Лоренцо Прошло много времени Я думаю, мне лучше смириться Ладно, я пойду Хорошо Спасибо за подарок Береги себя Ты тоже Прощай Прощай И что скажет новоиспеченная невеста? Какой остроумный Ну, вообще-то твоя шутка меня не смешит В чем дело, Мими? Ты слишком серьезная для недавно обручившейся женщины Дело в том, что я скучаю по маме Нет, нет, дело не в этом Меня ты не обманешь Ты странная И странная со вчерашнего дня Тебя я не могу обмануть Я не уверена, что хочу выйти замуж за Тони, по крайней мере Сейчас Почему ты не скажешь ему правду? Он поймет Даже если не поймет сейчас Сделает это потом Нет Я дала ему слово Мими, в этом нужно быть уверенной на сто процентов Иначе ты причинишь зло себе Тони И ребенку Нет Я не передумаю Надеюсь, со временем все изменится А если нет? Если ты выйдешь замуж, не будучи уверенной, что ты этого хочешь Я не хочу говорить об этом сейчас Странно Я немного устала Как ты думаешь, что сейчас делают наши родители? Нет, нет, пожалуйста, я даже представлять не хочу Лучше не нужно Привет, Тони Какой сюрприз? В чем дело? Тебе нужен я, или ты хочешь купить одежду? Я не сделаю тебе скидку, хоть ты и мой свояк Тони, я пришел прояснить некоторые детали твоих отношений с Мими Вчера мы все прояснили Я тебе уже сказал, что буду относиться к ней, как она этого заслуживает То есть хорошо Послушай меня Если я принял этот брак, вовсе не означает, что я перестану следить за тобой, Тони Теперь я тем более не спущу с тебя глаз Да, смотри, сколько хочешь Я тебе уже сказал, что мои чувства к Мими настоящие Иначе я бы не предложил ей брак Все равно, Тони Повторяю, я буду наблюдать за тобой И если ты заставишь мою сестру плакать, будешь иметь дело со мной Понял? Ты должен присмотреть за Конаном Почему? Причем здесь Конан? Ни при чем Но он постоянно вмешивается в наши отношения Ему нравится Мими Ты уверен в том, что говоришь? Конечно, уверен Он постоянно с ней Или ты забыл, что он не выходит из ее комнаты? Ты забыл? Антонио, ты случайно не видела, когда Лаура прощалась с тобой? Нет, я только слышала, как они ссорились и кричали Они ссорились? Сеньора Лаурита кричала, но я не хотела слушать и ушла И ты ничего не слышала? Нет, сеньор, я ничего не слышала и ничего не знаю Если ты закончила, можешь идти спать, Антонио Да, сеньор, до завтра Спасибо Алло Лоренцо, это Исабелла Я звоню, чтобы сказать, чтобы ты посмотрел новости Будут говорить о текстиле Спасибо, Исабелла, спасибо, что сообщила Пока А теперь с нами Дон Хосе Падрон Отец Лауриты Бенавидес Который просит ее Пересмотреть свою позицию И не прогонять его из своей жизни Лаурита Дочка Пожалуйста Прости меня И позволь вернуться в твой дом Лаурита Лаурита, дочка Прости меня Прости Я знаю, что не был хорошим отцом Что Я вор Но вор Который заплатил за свои ошибки и тюрьмой Сейчас я один И хочу, чтобы ты меня простила И позволила вернуться в твой дом Значит, Лаурита выгнала вас из дома? Да Но я ее понимаю Она обижена, задета Я ее прекрасно понимаю Но я хочу, чтобы она поняла и меня тоже Поняла ситуацию, в которой я нахожусь Я один Мне некуда пойти Мне некуда пойти Я хочу попросить дочь Дать мне еще один шанс Вы ей объяснили Попросили прощения Она знала, что вам некуда пойти И тем не менее Выгнала вас из своего дома? Я не помню, чтобы мне задавали этот вопрос Его задали, дон Хосе Но поскольку вы очень нервничали, то не помните Конечно, его задали Значит, Лаурита Родилась не в золотой колыбели, как все думали Нет, нет, разумеется, нет У Лауриты Была очень грустная жизнь Очень бедная Ей с детства пришлось работать А иногда Нет, не иногда Часто ей даже Не на что было купить себе башмаки Говорят только о моей дочери Ей хотят навредить Что происходит? Ну, Хосе, вы прекрасно знаете репортеров Они обещают одно, а потом делают другое Так обстоят дела Постой, постой, постой Мы должны что-то сделать, чтобы остановить их Они не добьются своего Что вы хотите сделать? Вы не видите, который час? Завтра я схожу на канал и разберусь Все равно уже ничего нельзя сделать Теперь я все понимаю Это твоя работа, Исабелла Что вы имеете в виду? Да, да, это твоя работа На самом деле Ты ненавидишь мою дочь И хочешь уничтожить ее Не выдумывайте, ради бога Я не выдумываю Я не выдумываю Я всего лишь был инструментом твоей мести Хосе, поймите Я только хочу помочь вам Я не виновата, что репортер манипулирует материалом Как я жалею Как я жалею, что поверил тебе Знаешь что? Я больше ни минуты не останусь здесь Я ухожу Куда вы пойдете? Вам некуда идти У вас нет денег И вы еще не нашли друга, которого искали Неважно Я могу спать в парке на скамейке Но больше ни минуты не хочу оставаться здесь Пока Вы добрый час Убирайся, ты мне больше не нужен Старый идиот Ларонс Отец ушел Он снова оставил меня Погоди, что случилось? Вы поссорились? Или произошло что-то еще, Лаура? Нет, нет, наоборот Отец сказал, что он не вписывается в себя В мир, в котором я живу И решила ехать в Венесуэлу Чтобы не навредить мне еще больше Из него дом кажется другим Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Что скажут мои девочки? Папа, как приятно видеть тебя Я так по тебе скучала Меня не было совсем недолго Неважно, нам тебя не хватало Дядя, вы позавтракали до Немпе? Да, дочка, мы уже поели У твоего дяди Инкулеса такое аппетит Я представляю Вы не собирались уехать? Да, да, но я так торопился, что забыл сложить чемодан Я сделаю это быстро Только сначала мне нужно дать ряд указаний Хуанито Извините Пока Да, дорогой Что скажут мои дорогие дочки? Мои приемные дочки? Не знаю, когда мы их увидим, спросим Вы не представляете, что произошло? Нет, это не хотим представлять Нам нужно идти работать, правда, Кузей? Да, нам нужно идти Позвоните, когда приедете Удачи вам Пока Не беспокойтесь, Инкулес, он в хороших руках Мы знаем Ничего, глупые соплячки Я вас обуздаю Арекс, пока нас не будет Присмотри за Мими И время от времени Заходи в Олимп Не беспокойтесь, дон Эркулес Я обо всем позабочусь Спасибо Удачи вам Эркулес Гарсия Наконец-то я нашел тебя Иди сюда, парень Дорогой, я не слышала, когда ты встал Почему ты меня не подождал, чтобы позавтракать? В чем дело? Почему ты такой? Лаура, мы договорились, что для поддержания хороших отношений мы должны быть честными друг с другом Да, я делала это, клянусь В таком случае ты можешь сказать, что это значит? Дорогой, ты будешь обращать внимание Ты будешь обращать внимание на репортеров Ты знаешь, какие они? Лаура, не напрягайся Это показали по телевизору и напечатали в газетах Ты сказала, что твой отец ушел по собственной воле А это не так Ты выгнала его из дома Фильм озвучен компанией Зон Вижн Дорогой, ты будешь обращать внимание на репортеров и напечатали на репортерах Дорогой, ты будешь обращать внимание на репортеров и напечатали на репортерах